Итак, тут попросили гайд на фурика. Давайте разберемся, что там с фуриком. Капы. Капы. Пробивание брони 1400. Это хард кап. Собирается шмотом висовым. Камнями там и так далее. Меткость составляет 8% без этого таланта. Без этого таланта составляет 263 рейтинга. Если вкачать талант на 3, то меткость нужно собирать 165. Мастерство. Там что-то 214 что ли рейтинга. А в цифрах мастерство это 26. Это необходимая цифра, после сбора которой босс со спины не будет уклоняться. Если мастерство меньше 26, то босс может уклоняться спиной. От ваших атак. Ну и остальное конечно же у нас в силу идет. Там скорость, ловкость, крит и так далее. Это уже по желанию. Способности. Значит, что у нас тут есть. Способности защитные. Так, это рывок своего. Отражение заклинаний. Защитная способность. Глухая оборона. Ну вот, кстати, фурику очень полезно иметь макрос на стойку. И сразу одевание щита. Мне нужна цель. Чтобы можно было сразу использовать глухую оборону. Чтобы выжить в каких-нибудь лужах там, или потанчить босса. У меня нет цели. Ну таун, соответственно, танковская способность. Так, тут стойки. Без арм разоружения. Снять оружие с моба. Со скелета большого целка можно использовать. Также использовать макрос. Кровавая ярость. Это способность, которая генерирует нам ярость. Вот. 20 и 10 единиц за 10 секунд следующие. Очень важная штука. КД у нее 40 секунд. И в качаном таланте, конечно. Вот это. Оно необходимо, когда кончается ярость. Или до боя. Восполнить ярость, чтобы нанести сразу удар. Раскол брони. Это способность, которая снижает броню. Помимо вашего рейтинга пробивания брони. Еще на боссе остается броня. Ее используют для того, чтобы увеличить ДПС классов, которые атакуют в миле. Всего рейда повышается немножко ДПС. Так. Удар с щитом мощный. Это для танка. Это для танка. Это сбивает каст. Когда вы со щитом. Так. Фурия и ветка. Без рассудства. Это наше КД. Бурст. Значит. Три атаки будут критическими. Это мы используем, когда у нас максимальные проки. Крик используют. Наверное, в ПВП. Так как в рейде ДК и еще некоторые классы снижают силы атаки босса. Фурики в ПВЕ его не используют. Адхил. Это используется, когда по вам проходит много периодического урона. Жажда смерти. Наш основной бурст. Время действия 30 секунд. И увеличение урона на 20%. Но получаемый урон увеличивается по вам на 5%. Это самый главный бурст фурика. Боевой крик. Когда нету паладина с кулаками. Кричат вары. Зуботычная. Это сбивание каста. 10 ярости. Буйство. Пассивная способность для рейда. 5% крита. Казнь. Используется, когда все способности на КД. И у босса меньше 20%. Вихрь. Очень важная. Самая мощная способность для АОЕ. И также в одну цель. Бьет одновременно и первым и вторым оружием. Так как фурика носит 2 двуручных оружия. Эта способность становится очень мощной. Крик на ХП. Массовый таунт. В любой стойке используется. Таунтит всех мобов. В радиусе 10 метров. Кровожадность. Топ способность. Самая мощная по урону способность фурика. При использовании дает. Следующим трем атакам. Восстановить по 1% максимального хп вара. Мощный удар. Используется по проку. Либо кастуется, когда все скиллы на КД. Кровожадность и вихрь. Ярость берсерка. При вкачанном таланте. Восстанавливает ярость. Если вы вкачаете 1. Что для бисовых игроков вполне достаточно. Чтобы набирать ярость до пула. Можно набирать 10 ярости. Если вы вкачаете 2 таланта. Это даст вам очень много ярости. И это используется для варов. Которые не одеты в бис. Которые одеты слабо в синий. В зеленый шмот. Перехват соответственно наша способность передвигаться. Быстро от одной точки к другой. Победный раж используется скорее всего на трэше. Когда вы какого-то моба убиваете. Следующего моба вы можете ударить сразу победным ражем. Можно не использовать если вихриковая жадность не на КГ. Рассекающий удар. Основная способность которая служит для залива трэша. Символ обязательный для фуриков. Символ рассечения. Увеличивает количество противников поражаемых. Вашей способностью рассекающий удар на 1. То есть вы рассекаете сразу 3 противника. Соответственно стойка. Увеличивает ваш крик на 3%. Мы всегда в ней находимся. Крик на этот страх. Используется она трэши. Или чтобы законтролить игроков. Которые под контролем босса. Так, боевая стойка. Превосходствует у нас пвп и армс. Возмездие. Это используется в том случае, когда по вам бьет какой-то моб. Или несколько мобов. Очень редко используется фуриком. В основном это пвп способность. Используется армсом. Рывок. Используется только в дне боя. Для фурика. Есть смысл ее использовать. Когда у вас вкачан талант. Дающий ярость. Дополнительно 10. От рывка. У вас накапливается 20 ярости сразу. Используется только на трэше. На боссах. Так как спула сразу решается бой. Эта способность не используется. Героический бросок используется, когда кровожадность и ехрена кд. Бросок, снижающий броню на 20%. Ну, по крайней мере я не использовал, но можно использовать. Но опять же тут каст полторы секунды. И в это время можно нанести удары. Дразнящий удар является таунтом. У меня нет цели. Для защитной боевой стойки. Используется танками. Удар героя является обязательной способностью в ротации фурика. Должен использоваться со всеми способностями. На него ставится символ. Символ удара героя. Так как фурик постоянно критует. При критическом ударе удара героя восстанавливается 10 ярости. То есть стоимость удара героя вашего при критах будет 2 всего лишь. Кровопускание используется армсом. Удар грома тоже там пвп. Ну, можно на трэше, если хотите нажать. Подрезать сухожилие используется для замедления мобов. Например, на личе валик замедлять. Очень важная способность. Сразу вешать можно на несколько целей. По очереди. Так, со способностями разобрались. Посмотрим, что у нас с талантами. Таланты. Так, ну это моя ветка. Уже посмотрим. Основной спек выглядит примерно так. И есть таланты, которые всегда необходимо брать. И есть таланты, которые можно поменять. В первой ветке всегда берется удар героя. Отражение или вот это можно взять. Так как отражение, ну, можно в принципе отражение брать. Потому что кровопускание фурик вообще не использует. Дальше, вторая строчка. Любок берется для того, чтобы на трэше, там, в пигер, где-то врываться. Сразу переключаться в стойку берсерка. У вас уже будет ярость. Железная воля является пвп талантом. Поэтому смело не берется. Тактическое превосходство берется для того, чтобы вы могли переключаться между стойками. И у вас всегда останется 25 ярости. Защитная стойка, боевая стойка берсерка. Здесь берутся 2 прокалывания, 3 глубокие раны. Это ваш ДПС. Эти таланты являются талантами Армса. Специализация на двуручном оружии берется из-за того, что мы носим 2 двуручки. Финальным талантом фурика является хватка титанов. Начнем с первой строчки. Обязательно берется крит. Во все оружие увеличивают вашу силу атаки от брони. Поэтому есть смысл носить побольше латных доспехов, которые дают больше брони. Лужная глотка это по желанию. Крик, по-моему, не используется. Необузданный гнев регенерирует ярость. Рассекающий удар является обязательным талантом, так как фурик это класс, который заливает треш. Пронзительный бой является пвп талантом, но также его можно взять. Мания крови, чистый пвп талант. Командирский голос тоже можно вкачивать, но жертва при этом талантами, которые дают ДПЛС. Значит, иступление. Можно вкачивать, хоть не вкачивать его, хоть вкачивать 5. Специализация на бою двумя оружиями. Обязательно берется. Талант точность. От него зависит только то, сколько меткости вам придется собирать. Если вы вкачали 3, то меткость нужна 165. Обязательно берется жажда смерти. Перехват является пвп талантом. Шквал берется обязательно для увеличения скорости атаки двуручками. Улучшенная ярость берсерка. Если вы слабо одеты, то берется 2. Для того, чтобы у вас было все комфортно с яростью. Интенсивная ярость обязательно берется 3. Для того, чтобы бурсты откатывались быстрее. А также ярость берсерка и кровавая ярость, которая останавливает вам ярость. Кровожадность обязательно. Топ талант. Улучшенный вихрь увеличивает урон вихре на 20. И улучшенная стока берсерка. Это все обязательно берется, так как напрямую увеличивает дпс. Яростная атака является пвп талантом, снижающим отхил по цели, которую вы бьете. Нистерство героя тоже пвп талант. Но в пве можно использовать ради того, чтобы 2 раза подряд совершить перехват. Для большей мобильности. Если некоторыми талантами пожертвовать, можно брать этот талант и проносить в них бой. Буйство обязательно для рейда. Если в рейде вы в статик входите, в котором уже есть фурик. Или какой-то кот с 5%. Можно не вкачивать и какой-то другой талант взять. Мания. Прилив крови обязательно берется для прока. Прок мощного удара, когда кровожадность и вихрь на кд. Вы можете ударить мощным ударом по проку. Либо скастовать его. Дальше все обязательно берется. Вариант следующий. Если вы фуловый фурик, ваш билд примерно выглядит вот так. Вы не берете улучшенную ярость, так как с яростью у вас нет проблем. Берете иступление на 3. На гуздный герф на 4. Если вы решите вкачать иступление на 5, можно убрать меткость. И сделать вот так. Если вы хотите взять, допустим, неистоство героя, может сделать так. Можно сделать еще так. Тогда ваша игра будет выглядеть намного интереснее. Вы можете замедлять лобов, бежать от них, использовать обнуление перехвата. И также у вас с ДПСом особо проблем не будет, так как несколько камней на меткость еще никому не повредили. Или можно просто какую-то шмотку с меткостью одеть. И собрать 263 меткости. Символы. Самые основные символы, которые использует фурик. Это вихрь, рассечение, удар героя. Эти символы являются обязательными для самого большого ДПС. Рассечение это ДПС по трэшу. Трэш есть везде. Вихрь, соответственно, повышает ДПС, так как вихрь откатывается на 2 секунды быстрее. Ну и по маленьким символам там на крик. Увеличение действия крика на 2 минуты. Символ рывка я беру, так как остальные символы не привлекают. А на трэшу вы можете из большого расстояния ворваться. Вот как я сейчас покажу. Сразу у вас есть ярость. Сразу можете переключиться в стойку Берсерка. Символами разобрались. Давайте посмотрим по шмоту. Топовые пухи всем известны. Темный скорбь, Глора, Арбалет, Свеча. Про триньки тоже все знают. Т10. В данном случае у меня 5. Это из-за меткости, так как я 3 таланта не вкачал там. Мастерство собирается вот этими штанами и Глорой. Шея топовая, СРСки. Плащ в данном случае хитрость Сильваны и ВК-25 набирак 50 попыток. Наручи в этом случае я взял для сбора рейтинга пробивания брони. С Сурка. Есть вариант брать СРС на ручьи, если вы собираете какие-то статы скорость там. Но сразу скажу, если вы желаете максимальный ДПС, то готовьтесь брать в руки калькулятор, либо лазить по форумам, интернетам, или спросить просто Джерриона. Такой же там дисовый сет для Вара. чтобы дать прям 500 тысяч ДПС на Сурке. Ну, это уже для любителей. Но я таким не занимаюсь. Кольцо на РП с Вальки. Кольцо пепельное с силой. Тапки топовые СРС. Пояс топовый является СВальки 25 гер. По шмоту разобрались. Посмотрим камни, чарки, профи, ротацию. Камни, соответственно, если АРП мало, со шмота набрали, ставите АРП. Если АРП много, ставите силу. У меня тут есть меткость. Если что, добираем. Вот сила. Сила меткость. Сила АРП. Сила Крит. Так, синий для активации вроде бы сокета в голове. У меня там стоит 21 ловкость и 3 критического урона. Соответственно, камни, какие вам нужно капы рубить. Мастерство, меткость, сила АРП. Сила Крит. Ну, чарки стандартные. Рыцари Черного Клинка. Хадиры. Здесь у меня с инженерии. Уменьшение падения до стреловкости или хосты, не помню. 10 ко всему. Слеза. 50 сил атаки. 2 берсерка. На тапке увеличение скорости бега. Это инженерия. Это у нас нитроускорители. Чарка. Скажевничество. Поездная пряжка. Боевая стойка. В ней сразу прописано одеть шею и глору. Поэтому они остаются у меня в руках. Стойка защитная. Вместо глора одевается щит. Стойка берсерка. Стойка берсерка, к которой мы дамажим. На букву R нажимаю сразу. И стойка у меня. И этот удар кастуя есть. Я уже в стойке. Также удар героя там прописан. В защитной стойке просто прописано одевание щита. Я считаю, что хороший вар использовать эти макросы просто обязан для того, чтобы когда вы переключили стойку вы не остались с глорой и не могли чтобы прожать. Вот видите, глухой брону нельзя прожать. А если вы используете макрос у вас сразу одевается щит. И вы можете использовать блок, глухую оборону. Даже сбить каст. Мне просто напомню или нет. Сбить каст вот этой способностью. Удар щита. Не нужна цель. Далее. Макросы. Крапожадность. Удар героя. Здесь у меня написано канцеллару глань защиты. Это на тот случай, если какой-то дурачок кидает на вас глань защиты. Боб. Юз 10. Это макрос, который активирует перчатки. Если кому интересно, перчатки Юз 10. Они активируются каждый раз, когда я жмякаю на кровожадность. вихрь, удар героя. Ну и соответственно, для кровожадности рассекающий удар. У меня его на панели нет, но здесь я его создал. Вихрь рассекающий удар. Вот он на F у меня стоит. Рассекающий удар и мощный удар. Вот он на G стоит. И больше макросов с рассекающим ударом у меня нет. Так как кровожадность, я могу и так прожать с ударом героя. Ну, в принципе, его используют макрос этот на трэше, чтобы лишний раз рассекающим ударить. Ну и все вроде. Можно еще использовать раскол брони и удар героя. Еще можно использовать макрос для рывка шаркающего ужаса одной кнопкой. Поставить его куда вам удобно. Пишется очень просто. Слэш С шаркающий ужас слэш каст перехват. Ну и по ротации самое главное нажимается кровожадность вихрь. Все это с ударом героя прописано в макросе. Когда у вас прокнули все бурсты нажимаете кровожадность жажду смерти и безрассудство. Если вы будете нажимать до пула босса до того, как вы ударили босса жажду смерти и безрассудство, то ваши удары критические пройдут без проков берсерка и так далее. Проки повешиваются позже и первые удары будут слабее. Самый максимальный профит жажды смерти и безрассудства приносят тогда, когда у вас уже есть проки двух берсерков и так далее. Чешуи и воли. Со вкачанным талантом на генерацию ярости от ярости берсерка вы можете перед боем использовать оба скилла и накопить ярости. Восстановление ярости и восстановление техспособностей позволяет вам без боя накопить ярость. Можно даже 100 накопить. Если вы скачаете два таланта в ярость берсерка, то ярости вы накопите еще проще. И с пула боссом можете сразу атаковать и беспокоясь о том, что у вас не будет ярости. вот ее уже 50 ну и так далее. На этом все все основное Зафурик рассказал. Если будут какие-то нюансы вопросы можно будет обсудить и что-то еще новое отговорить. Продолжение следует...